Анемия является частым спутником наших пациентов как сопутствующее заболевание, и как проявление основного заболевания. Что же такое анемия? Напомню, анемия – это патологическое состояние, которое характеризуется изменением, снижением уровня гемоглобина или количеством эритроцитов, часто вместе, по сравнению с нормальным уровнем. Классификация анемии нужна для того, чтобы провести дифференциальную диагностику и провести патогенетическое лечение. Принято несколько классификаций, они неразрывны друг от друга. Во-первых, мы определяем анемию по содержанию гемоглобина в эритроцитах. МСХ в показателях гемонализаторов измеряется в пикограммах в клетке. И в норме содержание гемоглобина, среднее содержание в клетке должно быть от 27 до 31 пикограмма в клетке. Ниже гипохромная анемия, выше гиперхромная анемия. По среднему объему эритроцитов анемии бывают микроцитарные, когда клетки маленькие, меньше 76 фемталитров. Нормохромная анемия и гиперхромная – более 95 фемталитров. Анемии различаются по степени тяжести. На легкую, среднюю и тяжелую степень. У женщины уровень гемоглобина нормальный начинается от 120, у мужчин от 130 грамм на литр. Пользуясь выше представленной классификацией, мы дифференцируем анемию и выясняем ее причину. Микроцитарная анемия чаще плюс-минус гипохромная, в начале заболевания может быть нормохромной, но когда клетки меньше нормы. И в основе таких заболеваний, таких анемий, лежит всегда дефицит железа. Это, пожалуй, самые частые анемии, встречающиеся у онкологических пациентов, а именно железодефицитная и анемия хронических заболеваний. С нормоцитарной анемией мы тоже часто встречаемся. И два патогенеза у таких анемий связаны с увеличением эритропоэза, острая кровопотеря или потеря количества клеток гемоглобина в результате гемолиза. Или нормоцитарная анемия у пациентов, связанных со снижением эритропоэза. Такие анемии мы тоже очень часто видим. Это пациенты гематологического профиля, заболевания костного мозга. А также пациенты тоже с хронической анемией, с анемией хронических заболеваний или при заболевании других органов хронических, нарушения синтеза эритропоэтина. Макроцитарная анемия мы видим чуть реже, однако они тоже широко представлены среди наших пациентов. Мегалобластная макроцитарная анемия, в основе которой лежит нарушение синтеза ДНК клеток крови в козном мозге. И имеются мегалобласты в клиническом анализе. Б12-фолиевая дефицитная анемия. Лекарственные и токсические анемии мы их тоже видим, особенно у пациентов, получающих химиотерапию. И не мегалобластные анемии, связанные с другими хроническими заболеваниями. Хроническая обструктивная болезнь легких, она тоже бывает часто сопутствует пациентам с образованием легких. Алкоголизм, хронические заболевания печени, гипотиреоз, милодиспластический синдром. После того, как мы установили диагноз анемии, дифференцировали, в любом случае нужно эту анемию как-то корректировать. Прекращение воздействия провоцирующего анемию фактора – это, конечно, основа терапии анемии, но она не всегда возможна без других корректирующих действий. Восполнение дефицита, если причиной является дефицит чего-либо. И заместительная трансфузионная терапия как третий компонент терапии анемии, когда первые два компонента выполнить сложно, долго или невозможно. Консервативная терапия железодефицитной анемии, безусловно, является преимущественным видом терапии перед трансфузионной терапией. И используются препараты железа достаточно успешно. И, конечно, в нашей практике мы предпочитаем парентеральный путь введения, потому что это более эффективно, быстро, но требует участия персонала. И если это ложится на плечи пациента, то это достаточно дорого. Для парентерального применения, если есть такая возможность, если у пациента есть время, это не требует какого-то дополнительного наблюдения со стороны медперсонала. Да, это более длительно, однако это в достаточно доступная форма. И этот метод терапии тоже нужно рассматривать для пациентов, готовящихся к операции. Уже выше говорили о том, что у нас есть достаточно широкий выбор препаратов для парентерального лечения железодефицитной анемии. Я на нем не буду останавливаться. В нашей жизни, в 2019 году, даже чуть раньше, появился термин «менеджмент крови пациентов». И наши медицинские сообщества, не только онкологические, занимаются этой проблемой уже достаточно давно. Но менеджмент крови – это, по-русски, кровесбережение. Это хорошая программа. Мы должны, наверное, к ней все быть причастны. И про менеджмент крови пациента сейчас говорится очень много. И если со вторым и третьим компонентом проблемы, как правило, они минимальные, они легко устранимы, эти проблемы, то, конечно, оптимизация количества эритроцитов пациента, как уже Владимир Анатольевич говорил, с этим есть, безусловно, проблемы. Связано это, конечно, в первую очередь с нарушением преемственности передачи пациента с амбулаторного звена на госпитализацию и для оперативного лечения. Но, в принципе, эта схема рабочая, мы, конечно, должны к ней стремиться. В идеале она очень будет хороша, когда мы наладим взаимоотношения с амбулаторными службами. И если у пациента есть время для подготовки, то эта схема очень хорошо работает. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Бывают экстренные случаи, бывают запущенные случаи по ряду причин. Не всегда это от пациента зависит или от поликлиники, которая его направила. И трансфузионная терапия неизбежна. И, как уже выше мы говорили, есть некоторые сложности с проведением трансфузии. Большие сложности с проведением трансфузионной терапии на амбулаторном этапе. Очень мало в нашей стране, где проводятся такие методы лечения амбулаторно. Конечно, в стационаре это гораздо проще, безопаснее. И что мы имеем по документам нормативным? В 2020 году у нас вышли клинические рекомендации анемии при злокачественных новообразованиях. Это интересные клинические рекомендации. Они написаны вполне понятным языком. Они действительно относятся к большой когорте наших пациентов онкологических. И там больше рассматривается анемия как результат, как осложнение именно онкологического заболевания. Там есть и определение анемии, и подходы к терапии, как консервативной, так и трансфузионной. Здесь, позвольте, я зачитаю цитату. Общим критерием назначения антианемического лечения является снижение концентрации гемоглобина менее 80 грамм на литр. Так, вопрос, откуда берутся цифры 70, 80 или 90 грамм на литр. Лечение почти у всех детей заключается в трансфузиях эритроцитной массы. Я полагаю, что авторы, составляющие эти клинические рекомендации, имели в виду здесь гемокомпонент эритроцит-содержащий. Дальше немножко скажу, поясню. Менее 5% детей в качестве антианемической терапии получают фолиевую кислоту препарата железа, еще меньше пациентов получают эритропоэтин-стимулирующие препараты. Рекомендовано всем пациентам при снижении гемоглобина ниже 70 и появлении симптомов и признаков антианемической гипоксии рекомендуется уже трансфузия. Однако есть и такой абзац, что при показателях концентрации гемоглобина ниже 70 грамм на литр и отсутствии клинических признаков и симптомов антианемизации показания к гемотрансфузиям обсуждаются. То есть для пациентов, которые хорошо себя чувствуют и не имеют клинических проявлений анемии, могут находиться без трансфузионной поддержки и при гемоглобине 68, 58 и так далее, потому что рамки нигде не обозначены. На сегодняшний день у нас количество документации, которое объясняет, кто, как, когда и каким образом проводит трансфузию, ее стало меньше. У нас появились приказы, которые утверждают порядок оказания помощи трансфузиологической, утверждают порядок обследования рецепиента, какие гемокомпоненты переливать, как проводить биологическую пробу, кто это делает. Есть правила, которые утверждают как заготовку, порядок заготовки гемокомпонентов, подготовки их к трансфузиям, так и некоторые вопросы клинического использования. И есть приказ, который предписывает организовать в учреждении собственные правила переливания. И это, наверное, неплохо, потому что каких-то жестких рамок и правил переливания у нас на сегодняшний день нет. Но мы можем договориться в своем собственном учреждении между специалистами, которые принимают решение и участие в трансфузионной терапии, разработать свои правила, которые не будут противоречить клиническим рекомендациям и будут принимать сторону пациентов для его пользы. Есть несколько клинических рекомендаций, достаточно хороших, которые можно взять за основу для разработки своих стандартов, своих правил и инструкций. Вот, например, клинические рекомендации по кушерским кровотечениям. В принципе, при кровопотере беременный человек мало отличается от человека с онкологическим заболеванием. В плане патогенеза и в плане реакции на кровопотерю. Есть замечательные правила переливания крови в Российской ассоциации трансфузиологов. Они были утверждены в 2007 году и на сегодняшний день вполне являются актуальными. Протоколы реанимации при интенсивной терапии при острой массивной кровопотере. Тоже клинические рекомендации. Их тоже можно использовать. Они все друг другу не противоречат. Что сделали мы? У нас разрабатывается стандарт операционной процедуры на каждое практически действие или комплекс действий, которые помогают оказывать пациенту качественную помощь и оптимизируют труд сотрудников. Вот для примера стандарт операционной процедуры, которая охватывает очень большой процесс, а именно проведение трансфузионной терапии, переливание компонентов донорской крови пациенту. Мы договорились, как говорится, на берегу, что в нашем учреждении мы будем использовать вот такие показатели, будем использовать вот такой алгоритм действий для того, чтобы можно было согласовать быстро и качественно оказать медицинскую помощь. На этом слайде я хотела показать, что практически все отделения, которые распределены по локализациям опухолей, используют гемокомпонентную терапию. И большая часть, это больше 80% причина не в кровопотерях. Вот эти отделения, они практически все преимущественно хирургического профиля. И вот эти показатели говорят о том, что у нас очень много пациентов при опухоли любой локализации исходно имеют аномию. Мы считали в 2019 и 2020 годах, начали эту работу, подсчитывать, сколько мы переливаем нашим пациентам по одной-две дозе за период нахождения на госпитализации. В основном брали трансфузии за день до операции, потому что у нас койко-день короткий, один-два дня. То есть пациент, которым нужно дотянуть целевой уровень гемоглобина, выше 85, в некоторых случаях выше 90. Оказалось, что в основном это пациенты абдоминальной онкологии и онкогинекологии. Таких пациентов большинство. За 2021-2022 год практически не менялись эти цифры. Но вот в 2023 году, подведем как до итоги, есть ощущение, что расширится количество пациентов и количество отделений, участвующих в трансфузиях до операции. Немножко поговорим о том, что же мы все-таки используем для переливания. Вот в клинических рекомендациях по анемии онкологических больных везде упоминается эритроцитная масса. Я предположила, что это упоминается именно эритроцит, содержащий гемокомпонент, а не как препарат выбора, компонент выбора, потому что в настоящее время предпочтительнее использовать эритроцитную взвесь как гемокомпонент. Они отличаются объемом, но полезный объем собственных эритроцитов у всех одинаковый, потому что донор сдает 450 мл цельной крови, а дальше масса эритроцитов зависит от гематокрита у донора и выхода его плазмы из этой цельной крови. И полезный объем, то есть собственных эритроцитов, он составляет 230-300 мл собственных эритроцитов. Но в эритроцитную взвесь из нее удаляется плазма и добавляется взвешивающий раствор, который позволяет эритроцитам прожить дольше, а это экономически более выгодно. И взвешивающий раствор сохраняет больше эритроцитов на протяжении хранения. Хотя прирост гемоглобина на 10 единиц и в случае использования взвеси и массы, он в среднем такой. Поэтому мы считаем, что чаще не в миллилитрах, а в дозах, так просто клинически удобнее. Сколько надо пакетов эритроцитных эритроцитных эритроцитов гемокомпонента, перелить пациенту, мы ориентируемся на десятки, на 10 единиц. Если нам исходный гемоглобин 76, нам надо 90, мы возьмем 2-3 дозы эритроцитов. Как мы организовали оказание трансфузиологической помощи у нас? Чаще всего это плановая терапия. Участвует лечащий врач, врач-трансфузиолог, ну и медицинская сестра отделения, на котором находится пациент. Это самый короткий путь и достаточно удобный, когда планово. Интраоперационно разделяется функция лечащего врача на анестезиолога-реаниматолога, который принимает решение о том, что нужно или не нужно вот сейчас трансфузию. Дежурный пооперационный, который осуществляет доставку гемокомпонентов, пробы, то есть это руки анестезиолога-реаниматолога. Трансфузиолог, который согласует эту трансфузию и подготавливает максимально быстрые и максимально подходящие гемокомпоненты для данного случая, ну и медицинская сестра, которая осуществляет эту трансфузию. Во время дежурного врача функции лечащего врача берет на себя дежурный врач, трансфузиолог присутствует всегда по телефону, чаще всего в дежурное время, и медицинская сестра. Как я уже сказала, в операционной у нас два ответственных. Удобно это или неудобно? Ну, как показывает практика, на мой взгляд, это все-таки удобно. Два врача, один, если его отвлекут от анестезиолога-реаниматолога, у нас всегда есть подспорье в виде грамотного дежурного врача. Это врач из штата отделения, который переливает достаточно часто и, в общем-то, знает, как правильно все оформить и, как правильно провести все тесты. Врач-трансфузиолог. Он согласует трансфузию согласно приказу 1170 об организации трансфузионной помощи. Понятно, что анестезиолог-реаниматолог или лечащий врач достаточно подготовлен для того, чтобы принять решение, нужно или не нужно переливать, но трансфузиолог всегда подстраховывает. Ну и главная задача трансфузиолога – это обеспечить качественными безопасными гемокомпонентами. И все-таки про показания. Алгоритм принятия решения о трансфузии при хронической анемии, приострой, в общем-то, понятно, а вот при хронической анемии он должен быть, наверное, принят в каждом учреждении медицинском по-своему. Это не клинический стандарт. Он применяется тогда, когда у нас нет возможности провести консервативную театропную терапию. Алгоритм нужен для того, чтобы все специалисты, которые участвуют в процессе, думали в одном направлении. И нужно понимать, что каждый пациент должен иметь свой подход. Даже в клинических рекомендациях рекомендовано воздержаться от трансфузии, если нет у пациента каких-то анемических признаков. Как мы определяем? Мы определяем, во-первых, у пациента хроническая анемия и нуждается ли он в интенсивной терапии. Если у него действительно есть необходимость в пребывании в арит и его уровень гемоглобина менее 75, мы переливаем донорские эритроциты. Если у пациента нет риска кровотечения на уровень гемоглобина менее 90, то мы переливаем эритроциты только если есть сердечно-сосудистая патология или заболевания легких, или распространенный атеросклероз пациентам практически всем, у кого возраст старше 65 лет. Если у пациента уровень гемоглобина менее 80 грамм на литр, нет анемического синдрома и анемия хроническая, но есть риск кровотечения, как чаще всего это планируемое оперативное лечение, это всегда риски, то мы переливаем целевой уровень 80-85 с учетом того, что анестезиологи еще будут проводить инфузионную терапию. Для пациентов, у которых уровень гемоглобина 80-90-100, мы переливаем эритроциты, если предполагаем, что объем кровопотери будет большой, больше литра или быстрой операции на сосудах. Пациенты со стойкой компенсацией без риска кровотечения требуют патогенетической терапии, анемии или другой консервативной поддерживающей терапии, и в принципе у нас таких пациентов тоже достаточно много. Про протокол массивной кровопотери. В некоторых клинических рекомендациях, вернее в разных клинических рекомендациях, присутствует фраза соотношения эритроцитов и плазмы. Один к двум, два к одному, один к одному, к одному, к одному, вместе с тромбоцитами и криопрецепитатом. Все-таки сложно, конечно, для каждого пациента должен быть свой подход. Мы рассчитываем количество эритроцитов для того, чтобы поддержать уровень гемоглобина от 70 до 90 во время продолжающего кровотечения и стараемся максимально отсрочить переливание эритроцитов, пока гемостаз хирургически не установлен. Но при этом нужно поддерживать гемоглобин не ниже 70. И мы рассчитываем, как я уже говорила, из расчета, что один пакет средний нормальной взвеси или массы должен поднять на 10 единиц. Если у нас пациент с большой массой тела, то количество, конечно, нужно умножать на 2. Для определения количества донорских эритроцитов изначально нужно определить целевой уровень гемоглобина и контролировать его. И мы должны знать исходный уровень гемоглобина. А вот для определения количества плазмы в старых документах, в инструкциях по применению гемокомпонентов, рекомендовано было переливать плазму из расчета 10-20 мл на килограмм массы тела. И плазму мы считаем в миллилитрах, потому что один пакетик плазмы, который получается от одной донации, он составляет от 220 до 300 мл. И считать его дозой как-то не очень правильно. Будет зависеть, конечно, назначение плазмы от объема и скорости кровопотери, и от наличия каких-то исходных нарушений системы гемостаза, и от веса пациента, и от длительности этого кровотечения, и от того, какие структуры в организме при операции были задеты, и какие манипуляции проводились интероперационно хирургами. Криопрецепитат и тромбоконцентрат. Их тоже используют. И тут нужно ориентироваться, во-первых, на объем и скорость кровопотери, и на показатели гемостазиограммы и клинического анализа крови. За что не любят трансфузию лечащие врачи? За то, что оформлять их очень сложно. Сама процедура по себе трансфузии не так уж и сложна. Она инструктивна. То есть выполняешь определенные действия каждый раз с каждым пакетом трансфузионной среды. А вот оформление на одну трансфузию порядка шести обязательных документов должно быть в медицинской карте пациента. А вот за что не любят переливание, в общем-то, трансфузионную терапию трансфузиологи? За большие риски осложнений. У нас есть целый приказ, который регламентирует эти осложнения, описывает, какие они бывают, и как оформлять, как передавать информацию о возникших осложнениях. В этом приказе определены виды реакции осложнений у рецепиентов, обусловленных трансфузией. Красным я выделила те, которые наиболее часто встречаются вообще в практике трансфузиологов, которые когда-либо встречала я лично, и которые реально могут угрожить жизни пациента. Объемная перегрузка, когда у пациента либо имеется ограничение в малом круге кровообращения, либо большой очень объем инфузии и трансфузии. Острое повреждение легких или тролли у пациентов при переливании чаще всего плазмосодержащих гемокомпонентов. Аллергические реакции. Практически непредсказуемые вещи могут быть в любой момент у человека, даже получавшего любые трансфузионные среды до этого, и предугадать их чаще всего нельзя. Пострансфузионная гипотензия. Гипотермическая или фибрильная негемолитическая реакция достаточно часто встречается у пациентов, которые часто переливаются и получают нелейкоредуцированные гемокомпоненты. Самое быстрое и страшное и грозное осложнение – острый иммунный гемолиз. Отсроченный гемолиз, который, может быть, тоже имеется, но, как правило, он не смертельный. Сирологические трансфузионные реакции. Это иммуногематологического характера. Пострансфузионная пурпура. Пострансфузионная болезнь трансплантат против хозяина. Грозное осложнение, которое в нашем учреждении наблюдается, но у пациентов, получивших халогенные трансплантации костного мозга. Септический шок, перегрузка железом – это отсроченное осложнение, инфицирование гемотрансмиссивными инфекциями. Его до сих пор не исключили из-за осложнений. То есть допускается перенос с переливанием гемокомпонентов от доноров. Хотя на сегодняшний день это скорее казуистика или нарушение каких-то внутрилабораторных обязательных тестов. Потому что на сегодняшний день донор и образец его крови тестируются в двух лабораториях параллельно – в ПЦР и ИФА – и максимально чувствительными тестами. То есть такая проблема должна быть, в принципе. Я надеюсь, что в скором времени вообще исчезнуть. Хочу немножко рассказать вам про клинические случаи. Сразу оговорюсь. Это случаи взяты из открытых источников. Какие-то случаи я встречала лично, какие-то от своих коллег или в системе интернет, найденные в судебных делах. Первый клинический случай. Пациент в возрасте поступает с исходной анемией для проведения иссечения опухоли кожи с подкожной жировой клетчаткой. Имеется обычную сопутствующую патологию – ишемическая болезнь сердца. Не очень выраженная, без инфарктов в анамнезе, но тем не менее атеросклероз. Трансфузия всего одной дозы ретроцитной взвеси, чтобы поднять гемоглобин с 76 до 86. Во время процедуры трансфузии вы проводили биологическую пробу и заметили, обратили внимание, что пациент чувствует себя как-то нехорошо. Озноб, поднялась температура, трансфузию остановили, первая порция мочи, цветоместных помоев, последующий молли Гаурия, перевод в Орид, закончилось все благополучно. Причина была в переливании несовместимой по АБ0 донорской крови. Опять же, причина в том, что невнимательно сотрудник оценил обязательные тесты перед трансфузией, определил из пробирки группу крови, определил ее неправильно, потому что перед глазами лежал бланк из лаборатории с печатью группы крови, а то, что фамилия пациента на этом бланке совершенно не имела отношения к нашему пациенту, на это внимание не было обращено. Вот причина осложнения. К счастью, закончилось хорошо. Второй случай. Тоже пациент немолодой, трансфузия двух доз эритроцитной взвеси, одногруппных по АБ0 и Резус. Ситуация была интрооперационная, на операционном столе. Ожидаемая ситуация, то есть морально были готовы к тому, что придется переливать интрооперационно. Гемокомпоненты были одногруппные, однако случился острый гемотрансфузионный шок на фоне внутрисосудистого гемолиза с неблагоприятным исходом. При выяснении причин оказалась несовместимость по антигенам другой системы. Не АБ0 и Резус у пациента были антитела к другим антигенам, менее клинически значимым, но тем не менее оказавшимся фатальными. Причина – переходный период лабораторных исследований не оказалось реагента, не выполнили это исследование. Клинический третий случай. Немолодой пациент, неоднократно получавший гемотрансфузию из-за патологии печени на фоне основного онкологического заболевания, и в очередную трансфузию у него случается отек легких. Причина – быстрая трансфузия плохо подогретой плазмы, то есть плазма чуть меньше комнатной температуры. Исход благоприятный, но пациенты, лечащий врач и трансфузиолог перенесли много неприятных моментов. За пациентами, конечно, нужно смотреть, нельзя оставлять бесконтрольно пациента под трансфузионной системой. Ну и случай, сразу скажу, из судебной практики на просторах интернета нашла. Совершенно невероятный клинический случай, не так давно он в пределах 15-20 лет произошел. Пациент получил 10 несовместимых трансфузий по эритроцитам и плазме. Как впоследствии оказалось, пациент был со второй группой крови, а переливали ему гемокомпоненты четвертой группы крови. Спасло его, наверное, только то, что он находился в септическом блоке реанимации и получал ежедневно процедуры плазмофереза с возмещением плазмы четвертой группы, которая является универсальной. Но при этом получал эритроциты в течение двух недель и потихонечку вырабатывал антитела к антигену В, который к нему попадал. И на десятой дозе случился гемотрансфузионный шок. Исход благоприятный. Все наладилось, пациента даже выписали. Причина была в том, что в бланке подтверждение группы крови первичного было расхождение. Лечащий врач, которым был суточный анестезиолог дежурный, была определена правильно группа крови, а лаборант по ошибке поставил не ту группу крови, четвертую. И в последующем последующие врачи, которые заступали на смену, переливали в соответствии с записью в бланке из лаборатории, не проверяя группу крови из пациента непосредственно перед трансфузией. Вот такие страшные случаи. Они не все закончились плохо, но это всегда шок для лечащего врача и для учреждения в целом, и для пациента, потому что лечить потом таких пациентов тоже непросто. Конечно, пациенты с анемией, они требуют особого внимания в плане диагностики и подготовки к специализированному лечению. Не всегда удается это сделать консервативно и до операции, и до госпитализации. Поэтому трансфузионная терапия на сегодняшний день остается большим компонентом, хоть и опасным, но для некоторых пациентам основным компонентом лечения и требуют, конечно, особого подхода и большой дисциплины от медицинского персонала. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова